friendly fire в студии соловьёва пропагандиста уличили во лжи и это никак не связано с тем что тот назвал имя убийцы президента ирана конфуз заслуживает отдельного внимания поэтому дождитесь кроме того на российском тв официально казнили уже неугодного шойгу и как довести до слез российского оккупанта рецепт в конце с вас лайки и комментарии с меня интересные новости сенсационные пропагандиста соловьёва заподозрили в том что он говорит неправду примера даже самые заядлые z-эксперты не выдерживают концентрации лжи в студии впоследствии декан высшей школы телевидения мгу виталий третяков самоустранился из ток-шоу ведь там указывать на вранье рудольфыча как оказалось запрещено петель то есть вы пожалуйста не надо вы пожелать вы пожелать что лгать не виталий никаких а веселья каждому кто я боюсь нам с вами придется расстаться вы ради бога если вы имеете наглость обвинять меня во лжи вы либо не очень хорошо понимаете что говорите либо вы окончательно перестали понимать значение слов питать . при всем моем уважении к вам я никому не позволю обвинять меня во лжи не то чтобы я обвинял просто констатирую всем нам известный так называемый ведущий в прямом эфире раскрыл имя убийцы президента ирана как провел журналистское расследование опираясь на мем из интернета и то есть на прикол соловьёв показал отрывок из французского телевидения где журналист рассказывает про то что хамас обвинил в убийстве президента раисе пилота по имени эли копту неожиданно французский канал выдал такое группа хамас высказывающийся в телеграме утверждает что пилот вертолета был агентом мосада он даже называет имя эли копта правда это или нет но конечно все это часть тех слухов которые ходят это политический аналитик даниэль хаек на французском канале 24 news америка совершила колоссальное количество политических убийств я не помню ни одного случая чтобы эти страны моментально признавались да это мы еще раз соловьёв утверждает что по заказу америки убийцей стал агент мосада или копта то есть хеликопта вертолет так террористы хамас шутили о гибели президента ирана раисе в своих чатах эту утку видимо и подхватил некий самый честный журналист россия 1 назовем его соло вейлох есть у российских пропагандистов альтернативная версия гибели иранского президента в ней ключевую роль также отвели американцам и вертолету сша несут прямую политическую и юридическую ответственность за гибель президента ирана по той простой причине что именно из-за эмбарго на поставку запасных частей техническое обслуживание апгрейд навигационной информационной системы вертолета сочетание всех этих факторов если не было еще и внешнего электронного воздействия со стороны американцев в любом случае они несут прямую ответственность за гибель президента ирана то есть санкции таки работает вертолет упал из-за того что иран не в силах самостоятельно поддерживать в исправном состоянии даже борт самого президента теперь понятно почему путин не полетел к другу на похорона не все идеально с техникой и у российских солдат об этом звали пропагандисты узкобеевой гости студии буквально как гиены налетели на сбитого летчика шойгу оказывается он все время врал о передовых разработках фактически провалил так называемое с во день откровения не иначе когда началась настоящая война вдруг выяснилось это не стреляет это не летает кто-то врал кто-то говорил неправду кто-то производил продукцию которой на самом деле не стрелял и не летала а на это выделялись огромные государственные народные деньги вот задача белоусова сделать так чтобы если что-то там делается мы понимали как это летает и как это стреляет почему в минобороны россии врут объяснила за трупор витязева мол не только не летает и не стреляет но и горит тонет и даже гибнет но вам этого знать не положено военная тайна ребята минобороны должно выйти вам и дать развернутую полностью до обстановку с картами да с тактицами с этими со стрелочками да вот вот выйти вам все вывернуться наизнанку вы будете счастливы а как будет счастлив при этом наш противник вы себе даже не представляете вот правда вы себе даже не представляете или вам как вы получаете какое-то нездоровое удовольствие когда вам выходят и рассказывают что да у нас там где-то какой-то корабль да был подбит или сбит самолет вот вам от этого знания что ни людей ни машину уже не вернуть шок россияне требуют неофициальных сказок от минобороны о суровых таких сводах о том как российская армия например доблестно взяла авдеевку при городе донецка это за 10 лет войны на донбассе такие итоги с коношенковым спасли бы не одну тысячу мобиков ребята я как и вы конечно же знаю всю правду но я просто вынужден читать то что мне дают в крыму наши пво разносят матери а у меня по тексту все цели сбиты там на смене 12 парней угандошили а у меня по тексту конечно же потерь нет и так уже два года крым парни текайте вы оттуда со слезами на глазах парад откровений продолжил боец российской армии раненый но не сломленный хотя нет раненый самое сердечко кто обидел мальчик 20 лет один придурок 20 лет не подошел мужику в магазине два крестора грика георгиевских смотрит смотрит тот не выдержал вернулся чё ты меня так смотришь чё тебе от меня надо выжигут убийца чё ж вы делаете то сейчас такие бои идут то мои пацаны и вот вы вообще не понимаете кто что должен был понять пишите в комментариях какими словами можно поднять настроение покалеченному мобику других новостей у меня для вас нет увидимся костер-коррёте как к